Ну что же, плюс еще один полный комплект медалей. Олимпийское золото в Рапире дожидалось нашего фехтовальщика долгих 48 лет. Рапирный трон теперь у Ирины Дереглазовой. У Ины Дереглазовой он больше не итальянский. Еще до финала говорили, что у россиянок шансов нет никаких. Ди Франчиско сильнее в разы. У нее в активе два олимпийских золота. Семь побед на мировых чемпионатах и 12 на европейских. Свой класс итальянка начала показывать сразу. Зоуз первой же минуты шла в отрыв 3-0. Но Дереглазова смогла собраться укол за уколом. В течение нескольких минут набрала 7 баллов. Дереглазова уже после поединка призналась, что сначала запаниковала, но потом взяла себя в руки. На финал выходила, предполагая, что бой будет нелегким. Пыталась навязать борьбу. Дала слабину при счете 12-8, она стала догонять. А это моя болезнь. Когда веду с большим счетом, теряюсь. В панику впадаю после пары уколов. Но я верила в свою победу, что не упущу ее. Кстати, четвертое золото в копилку нашей сборной помог принести Григорий Лепс. Оказывается, певец, сам того не зная, помог Дереглазовой выиграть в Рио. Чемпионка игр перед финалом настраивалась на поединок под песню своего любимого исполнителя. «Самый лучший день». Итак, Дереглазова войдет в историю как первая россиянка, которая выиграла в индивидуальных соревнованиях рэперисток на Олимпиадах. Олимпийская чемпионка призналась, что свою победу она посвятит своей семилетней дочери. Путь становления нашей чемпионки проследил мой коллега Олег Сидякин. С рапирой в руке как будто родилась история пути к фехтовальным вершинам Инны Дереглазовой, словно остросюжетный сериал. За 18 лет в спорте десятки юниористов под руководством тренера Ильдара Мавлютова. Маленькая девочка поразила своего наставника совсем не детской волей к победе. Она совсем ничего не ела. Нам приходилось буквально силой запихивать в нее еду. Была маленькая, тоненькая, худенькая и при том уже в 12 лет малявка выигрывала у 16-летних девчонок. Четыре года спустя Инна становится бронзовым призером первенства мира среди кадетов. В 18 лет чемпионка мира уже среди юниорок. Столь стремительного восхождения российское фехтование не знало давно. Прерывать чемпионскую карьеру Дереглазова не собиралась даже по семейным обстоятельствам. Объявляет тренеру, что выходит замуж, ждет ребенка, но рапиру не бросит. На последнем месяце беременности в зале сидит на стуле и отрабатывает точность уколов, шлифует технику. Прекращает занятия только за неделю до родов. А через 10 дней после появления дочери Дианы Инна Дереглазова уже снова в зале, снова с рапирой. Она была такая маленькая, худенькая девочка. Расскажите нам, хорошо ли она училась? А то вот говорят, если спортсмены не очень хорошо обычно в школе учатся, поскольку все свои силы тратят именно на тренировки. Ну, она была маленькая, худенькая, но была целеустремленная и очень трудолюбивая. Очень трудолюбивая. Я ожидала от нее таких результатов высоких. Ее была мечта большая побывать на Олимпийских играх и завоевать золото. Ее мечта существовала, мы очень рады. Курчатов поздравляет ее, гордимся, любим. Да, помните какую-нибудь интересную историю в школьной жизни? Ну, интересно, историй было много. Ну, Инна была часто в разъездах, часто была на соревнованиях, на сборах. Потому мероприятия, которые проходили в нашей школе, она мало их посещала. Вот в силу того, что она была очень занята. Скажите, одноклассники завидовали, может быть, ее успехом? Она никогда не рассказывала о своих пабе? Гордились. Мы все гордимся. Мы смотрели все ее... Как она выступала, все ее выступления смотрели. Гордимся, переписываемся ВКонтакте, поздравляем. Я уже с утра ее поздравила, уже получила от нее благодарность. Она была очень скромная, она никогда не рассказывала о своих успехах. Ее нужно было очень разговаривать сильно, чтобы она рассказала. Она была очень скромная, очень скромная. Светлана Александровна, скажите, вот, может быть, теперь появится табличка какая-то в школе с ее фотографией. Мол, гордимся, стремимся к таким результатам. Что-то в этом лучше? Она есть у нас. У нас есть зал школьной славы и на самом видном месте ее портрет и с президентом России. Мы гордимся, мы любим, мы знаем о ее успехах, о ее достижениях, о ее результатах. Не только после этой Олимпиады. Она же еще была призером Олимпийских игр в Лондоне. Ну что же, вам огромное спасибо. Это была на прямой связи со студией классный руководитель Олимпийской чемпионки Инны Дереглазовой, Светлана Дорохова. И мы продолжаем. Кто кого породил миллиардер Дональд Трамп. Итак, да, все-таки мы вернемся пока к играм, к Олимпийским играм, поскольку есть еще что рассказать интересного. Бронзу на играх для России завоевал пловец Антон Чубков. В заплыве на 200 метров брасом он уступил американцу и казаху. Для 19-летнего спортсмена это первая Олимпиада. Антон признался, что на играх в Рио задачей минимум поставил себе проход в финал. Но, конечно, мечтал прыгнуть выше головы и сделал это. Вдохновили его успехи нашей другой прославленной пловчихи, которая будет бороться за медаль сегодня. Ну, конечно же, речь идет о Юлии Ефимовой. Накануне она вновь порадовала российских болельщиков. Прошла в финал заплыва на 200 метров брасом. Он состоится уже ночью. К россиянке на этих играх пристальное внимание. Она уже три раза сдавала допинг-пробы. Претензий нет. Ну и, конечно, мы очень ждем наград. Пока после пяти дней соревнований у нас шестое место и 15 медалей. Наши основные надежды связаны, конечно, с дзюдо. В весовой категории до 100 килограммов на татаме выйдет олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. В стартовой схватке он встретится с азербайджанским борцом. В спортивной гимнастике в личном многоборье выступит олимпийская чемпионка Лондона Алия Мустафина и Седа Тутхалян. Международная ассоциация легкоатлетических федераций, которая отстранила наших спортсменов от участия в Олимпиаде, пытается замолить грехи. Там заявили, что американский спринтер Джастин Гэтлин должен быть пожизненно дисквалифицирован. Он дважды попадался на допинге, но это не помешало ему выступить в Рио. Международной федерации признали, что это несправедливо, учитывая, что кристально чистая Исенбаева не будет выступать в Бразилии. А тем временем бразильские лоришки активно наживаются на спортсменах. Они-то как никто им рады. На этот раз обчистили российского пловца Евгения Каратышкина, который в Рио приехал в качестве туриста. Он завершил карьеру в прошлом году. Вооруженные преступники ограбили его около многолюдного пляжа. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграме. Сегодня по дороге в ресторан Астор на обед в районе пляжа Ипанема я был ограблен двоими неизвестными с оружием. Спешу сообщить, что со мной все хорошо. Разошлись полюбовно. Я им все из карманов взамен на захватывающую историю для потомства. Недорого, но волнительно. На играх в Рио нашли двойника британской герцогини Кейт Миддлтон. Французская велогонщица Полин Ферран-Приво, которая выступает на Олимпиаде, оказалась невероятно похожа на герцогини. Ну, сами смотрите, действительно, практически одно лицо. Вообще, Олимпийская деревня просто кишит двойниками звезд. Чуть раньше на играх американского лучника Брейди Эллисона перепутали с известным актером Леонардо Ди Каприо. Они тоже невероятно похожи, а интернет-пользователи шутят, что, притворившись стрелком, Лео готовится к очередной роли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова